Родион Кривогорницин Родион Кривогорницинга Бой Да, это очень хороший результат. Филипп, давайте сначала подведем итоги вчерашнего дня соревнований, полуфинальные бои. Как вы оцениваете? Стоит отметить, что уровень боксеров, который представлен на дальнем вперед, он на высоком уровне. есть победители различного турнира турниров различных уровней ну и как мы уже отмечали вот как раз перед вами уважаемые телезрители список финальных пар как мы видим три представителя до нашей четыре извиняюсь представителя вот это первая половина и сейчас будет еще пять пар да еще стоит отметить по программе да вот изменения были внесены так как некоторые команды отбывают свои регионы и изменений по весовым будет так что уважаемые зрители в этом стараемся не не путаться мы будем вас также по этим боями вот если обычно финальные поединки проводятся по порядку весовых категорий то сегодня финальные бои будут изменения с изменением регламента и вот судья информатор константин тимофеев приглашает на ринг на первую пару сегодняшнюю первую пару финальных боев так сегодняшнюю программу открывает боксеры весовой категории до 51 килограмма красный угол константин устинов республика саха-якутия синий угол никита каменков хабаровский край мы вчера наблюдали полуфинальные бои с участием данных боксеров давайте мы отмечем что каменков у нас физически очень крепкий боксер устилов более пластичный боксер мы будем наблюдать такой бокс тактического клана напомним формулу боя юниоры боксируют три раунда по три минуты на вот они недавно перестроились юноши по две минуты вот переход сейчас она трехминутные бои мы вчера наблюдали что иногда функциональные некоторые под поддают сложно дается им это да это переход потому что минуты это для спортсменов целая вечность еще с добавлением целый минут настрой ребят видим что финальные бои пошла разведка обувь боксера заняли центр гинга идет работа передней рукой нащупывание своей дистанции до после попробуем тропометрия у ребят одинаковая но наш пустина чуть повыше никто не форсирует на идет такая вот позиционная работа попытка так задней рукой вспомнил константина чуть-чуть там нащупать свою дистанцию до хабаровчанин такой плотно сложен в плане стойки крепкий идет вперед начинает забирать вот такую инициативу да но после специально отдаете вытягивать на себя вот как сейчас до боковой удар с подшагом достиг своей цели передней рукой тут суде будет оценивать дать точность действий результативность действий отмечаем что обращение пойдет вперед работают и так старается занять центр винда он занял его кости вытягивает на себя слегка дает вот так вот до пространства вот но действует действует да вот с результатами и начал обострять как у стены там в углу дают подсказки потому что нужно побольше активности проявлять не только вот поджимать очень ударно каменкова доходит видим что уже разведка подошла концу начинается уже форсирование событий активность действий атаки покоременный клинч да я напомню что на кону стоит путевка на первенство россии победитель данной пары получит право представлять данную стости на первенстве страны на первенстве городе остатка в тверской области приняли участие боксеры из 64 регионов нашей необъятной страны если на сегодняшний день стране есть 89 субъектов с учетом новых субъектов субъектов регионов почти 80 процентов объект вот бой завершается и каждый старается на раун набраться на плотность вот в конце была такая была плотная размин ударов в котором и тот и тот боксер будет более результативно примечательно то что вот мы увидим отца родного отца вот константина витиславу скинов дает свои наставления воспитаннику сыну а вот такой тандем отец сына он очень успешно результативный как если отец тренируется на ведется на следить не 24 часа в суд когда это дает свои плоды вот отметим что у нас после добивается таких вот результатов таких примеров в мире бокса немало да да хотя бы можно на скидку сказать там костя дзю его сын модельки тимофей дзю тоже сейчас начинает свою карьеру в профессиональном боксе продолжает дело своего отца рефри в ринге александр михайлов ну посмотрим какие установки дали боксером сейчас начался второй раунд никита он также работать первым номером поджимает сожалению да вы просто пропускает с уклоном под заднюю начало второго ранга за никита больше силовых больше физически он подготовленный плане ударов силовых он этим пользуется поджимает заигрался в константин тоже не остается в долгу внимание на себя думаю вот еще раз инициатива стороне боксер с хабаровского края он первым номером поджимает работает бьет но по попаданием по точности чувствуется паритет но вот сила удара конечно на стороне миксер с хабаровского до боли это шутимые до более до чувствительные удары акцентированные константин вяжет и пытается работать в ближнем бою половина раунда позади сейчас константин необходимо что-то предпринять дать когда чувствуется что-то на сайте ушла уже и по силовым показателям да каменков там поймал кураж на начинает получаться его силовая вот работа дает плоды до рефери дает замечание пустина вот того не держал своего соперника стал оба больше клинч и да ну концу да ну к второму раунду вторую половину уже начинает функционально проседать боксер в таком плотном бою до движений много ударов много клича это все затрачивают много нервоварде дает проще сектор а уже не где-то вот смотрим такой более расслаблен стал да он подружить диктует ход боя видимо чувствует что ведет на пусть она бы что-то менять вот таким поскользнулся но рассчитывая тогда рефери отсчитывать насчитывать счет значит подкрывает счет падение от удара думаю что это был такой удар сильный скорее просто равновесие это все равно для потеря чего-то и сейчас оказывает за какой-либо отыгрываться это тоже отдал филипп вот иногда он оказывает влияние на боковых судей существенную ну особо существенного такого я бы сказал что не дает больше такой психологический момента имеет в том что боксер начинает думать что он про и начинает много проигрывать а вот соперник считает что он вот он начинает эминировать наставление насколько вот спортсмены слышат во время отдыха своих наставников ну тоже зависит от подготовленности боксера есть боксеры которые полностью абстрагированы находятся до сих пор в бою и не могут собраться с мыслями иногда есть боксеры которые впитывают все в себя которые слушают установки адреналин заскаливает я думаю что на этом уровне вот уже финале перец дальневосточного округа здесь уже боксеры до прислушиваются слушают и выполняют установки тренеров сейчас посмотрим посмотрим какую установку дали тренеры своим воспитанникам и как насколько успешно вот и хорошая двойка но тут тут же паре вы да и коммун кухне честительный удар пропускает на станке что-то делать до больше добавить движений больше раздергивания и ухода после своих атак не застаиваться на место видно что у каменков больше желания победить да да он забегает трое ночи игра это ну зажимает собране как будто он больше сил оставил дать на 3-й раунд судя по его взгляду потручу на беде настроил очень решительно так и у каменкова да у него уже это третий бой на этом соревнования вчерашний бой каменков также завершил уверенно как и первый бой сейчас финале нужно просто что-то предпринимать свою пользу завершить бой да видно то что устинов подустал вот тут вот тут выманивать и здесь выходить на на не оставаться одном из к уходить от каната иногда бывает от усталости хочешь выполнить какое-то действие физически уже это не можешь это выполнить группа локапана а тут инициатива полностью на стороне боксера с хабаровского да он захватил центр ринге зажимает свою соперника канатом инициатива 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 в течение Да, его удары достигают цели. Вот, ушел снига. Вот, и все. Концент второго раунда. Двойка, двойка. Поработал. И сейчас бой завершен. Сейчас, через несколько секунд мы узнаем имя победителя. Первенство федерального округа. В рефере подзывает спортсменов центра ринга. И сейчас судья-информатор огласит имя победителя. Победу одержал и победителя перед дальневосточного федерального округа среди юниоров 17-18 лет. одержал боксер синего обла Никита Каменкова. Поздравляем Никиту Каменкова со званием победителя первенства дальневосточного федерального округа. И надеемся, что он успешно представит наш федеральный округ на главном соревновании страны. Сейчас смотрим наиболее интересные моменты прошедшая поединка. Вот, да, в замедленном повторе все очень четко видно, чьи удары достигли цели. Я думаю, что у Костя еще все впереди. Он в физическом плане подкрепнет, сделает правильные выводы и уже вернется. Будет больше и упорнее тренироваться, тогда результаты не заставят сказаться. Так, наблюдаем весовую категорию 67 килограмм. Уважаемые зрители, мы уже подчеркивали, что весовая категория будет слегка варьироваться. Это весовая категория очень конкурентная была на данном турнире. Представлено 13 боксеров. Самое большое количество участников. Встретились лучшие представители. Стоит отметить нашего боксера Портнягина Андрея. Училище Олимпийского резерва. Да, урожение Сусалданского Руса и Амур Амурская область. Арченко Архип тоже проводит свой четвертый бой на данном турнире. Андрей работает первым номером, поджимает соперника. Антропометрия диктует такое ведение боя. Соперник повыше будет. Соперник на ногах работает. Надо срезать угли, поджимать. И вот за колдун заходит. видимо тренеры тренеры дали такую установку. Смотрели вчерашний бой Харченко и брали тактику. Харченко передней рукой тыкает. хорошая работа есть работа корпуса у Андрея. Ну вот к сожалению пропускает. Да, не остается в долгу архив с дистанции работает. Вот это плотный бой. Это плотный бой. кто как физически готов мы в середине второго в третьем раунде выйдем. Сумеют ли спортсмены поддержать столь высокий темп? Кондиции сохраним. Вот ближний бой идет. Рефери не вмешивается дает поработать. джейб представители Амурской области достигают своей цели. Хорошие передние рукавы. Вот опять без перчаток. Да, одиночный удар достигает цели. Андрей Портнягин старается искать удачу в ближнем бою. Вот ему надо здесь поработать на отходах. На выходе вот работа удары снизу. Так называемый боксерский крест. вертикальный удар чередуется между собой. со скачковым боковином старался разорвать дистанцию, что у него получилось. Заходит. Первый раунд подходит к концу. Остается меньше 10 секунд. Первый раунд завершен. Раунд неоднозначный. Нельзя дать предпочтение ни тому ни другому. Но с дистанцией также хороший был картин Визуально такого явного преимущества как мы слышим картин боксом занимается восьмой год более чем до достаточный срок напомню что здесь новым дворце спорта села Хатаса собрались победители первых своих регионов. На данное первенство съехались боксеры из шести регионов нашего федерального округа. Всего 81 боксер выходил на ринг. Начинается второй раунд. Посмотрим какие советы дали тренеры своим воспитанникам и насколько успешно они претворят их жизнь. С активности начал больше работает Арченко Архив. зашел зашел с атак Андрей нащупает свою дистанцию работу на дистанцию на щупах на ближнюю зашел активности не проявляет. Вот у него пошла работа снизу. Зато упустил старт Андрей дистанцию рефери дает замечание чтобы спортсмены слышали команды. провалил поработал. Пока результативно здесь Архив получше будет. Вот он проваливает закручивает дорабатывает. Да все что учили на тренировках да удары через руку раз за разом проходят чаще задней сильной рукой. Исполнение боксера самовского области. осталась одна минута. Филипп что посоветовали допустим нашему боксеру что нужно поменять кардинально? повнимательнее сейчас надо быть с левой рукой следить за задней рукой соперника как уже отмечал раз за разом этот удар он его проходит очень чувствительный в плане того что судьи его видят удар задней сильной рукой считается точно это понятно ну и надо со стороны в сторону смещение добавить по прямой заходит держит в сторону вот опять да рефери открывает все это несомненно да прибавит уверенность как отмечалось соперник уверенность а тот кто пропустил нодаун у него неуверенность он думает что он уже много очков отрав и начинает идти вперед иногда это опромечу осталось меньше 10 секунд звучит гонг разрешился второй раунд надо что-то придумывать Андрей партнегин в углу Андрей геннез лисов сейчас за 6 ранее чемпион корректировки ведет третий раунд добавит имеет подряд накидан на самоспорт на линии храней Ну, видно то, что Портнягин слушает, старается. Андрей Портнягин, воспитанник Ресуликанского училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Вот этот удар через руку задней, его надо видеть, чуть вперед уходить, голову наклонить вперед и переднюю повыше держать. Да, начинается третий решающий раунд. Напомню, что формула боя. Три раунда по три минуты у Минюра. Вот опять, опять, что этот ударчик в руку дважды прошел. Развернуло. Как говорится, пошел ва-банк, да, Андрей Портнягин? Да, вот он. Стерять уже нечего. Добавить плотности, вот со скачковыми ударами заходит, даже достигает свою цель. Вот такую работу надо. Агрессивную, вперед, да. С распачкой. Ну, вот это явно был размашеский удар, который видит. Чуть его спрятать за пентами. Видно то, что Андрей, наконец, раскрепостился, да? Вот, да, 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 да. Больше двух минут, более чем достаточно. О, да. Хорошо. Ну, вот Андрей, надо было так работать, да, в предыдущих двух раундах. Ну, вот по первому раунду он такой, как бы ни туда, ни сюда, да. Второй раунд был явный за Амурским представителем. Вот третий раунд будет сейчас в основном. Выпала капа у Бортнягина. Первый раз тут просто предупреждение. Второй, третий может сняться очков, вплоть до снятия самого боксера. И вот, отлично. Третий раунд мне нравится, как проводит Андрей Тротнега. Сделал правильные выводы. Действует агрессивнее. Заходит со скачковыми ударами, врывается на свою дистанцию. Ну, и применяет боксерский крест. Слышим, как зрители поддерживают, да? Да, да. Слышим, как зрители поддерживают, да? Наша республика. Да, пошла последняя минута. Да, Харсенко старается вязать руки, да? Да, чтобы не дать работать Андрею. Убивает время. Вот эта манера, да, навязанная Андреем, она ему выгодна. Потому что работать с таким боксером, высококлассным, да, с этим боксером, это не так. Семьдесят боёв у него. И на дистанции стараться его переигрывать. Тем более, если еще Андреем в пользу, представитель Амурсовского областа. Это тактика будет. Рокуна. Вот видно, что он даже измотал его, да? Да. Вот во втором раунде надо было применять. Харсенко вот бляжет, снова выпала капа, ну это может быть тактическая хитрость со стороны Харсенко, специально выполнил, чтоб передохнуть, видно, что да, он под измотался там чуть-чуть, спрашивает сколько осталось, опытный боксер, опытный убег, возможно что и применили этот прием. Концовка раунда, полоса скачков, чуть-чуть спрятать его в подложном. Все, бой завершен, но в полу борьбы, да, боксеры не слышат сирену. Молодцы, боксеры молодцы, плотный, в тактическом плане хороший бой показали. Вот второй раунд полностью отдал я его Андре и Гуклу так просто применили, со скачковым зашли, поагрессивнее действовали. Я думаю и в подсчете сложнее будет. Да, сейчас мы услышим имя победителя. Поздравляем Архипа Харченко. Второй раунд, да? С трудной победой. Да, и надеемся то, что он будет еще больше тренироваться, чтобы до оставшегося времени, до начала первенства страны. Думаю то, что в данной весовой категории участников будет очень много на первенстве страны и конкуренция тоже будет, да? Да, конечно. На нашем турнире, да? 13 участников заявлено. Некоторые могут провести даже по пять боев, да? Угу. Так, дальше 75 килограмм. В ринге третья пара боксеров. Высовая категория до 75 килограмм. Да, начинается третий бой. Высовая категория до 75 килограмм. Борис Баранов. В красном углу Алексей Гуков, Хабаровский край. В синем Борис Баранов, Хабаровский край. То есть... Хабаровщане, правда? Да, встречаются хабаровщане. Боксеры из одного региона. Ну и здесь участников было всего пять человек, да? У Баранова это будет второй бой. У Гукова третий. Головой по затылку не держится. Да, рефери дает последнее наставление. Слушать его команды по затылку и ниже пояса не бить. Национальная вещательная компания в целях подготовки международным играм «Дети Азии» сегодня проводит прямую трансляцию. Уважаемый, здесь стоит отметить, да, что сейчас встречаются боксеры правосторонней стойки, то есть левши так называемые. Вот оба представителя Хабаровского края представляют правостороннюю стойку, работают с дистанцией. Видно, что вот как… Да, что-то с глазом у боксера синего угла. Не форсирует событий Гуков Алексей. Они друг друга знают, видят, что что-то с глазом, и он по-джентльменски действует, да? Ну, рефери призывают их боксировать, да? Да. Ну, больше как спарринг идет. Да, как говорится, не отбывать номера, боксировать по-настоящему. Ну, в отличие от предыдущего боя, да, картина совсем другая. Да, рефери указывают на это, добавьте контакт. Ну, легкий спарринг, да? Да. Видимо, договорились между собой друг друга сильно не бить, но это, конечно, не красит. Их бокс – это соперничество, да? Каждый должен именно своим мастерством, ударами, комбинациями добывать победу. Ну, что-то вот у Бориса Баранова, да, что-то с глазом действительно, по-моему. Он травмировал, что-то попало. Вот он, видимо, даже с закрытым глазом идет. Да, видимо. В этом случае боксер должен поднять руку, да, чтобы рефери заметил, и показать ему… То, что он не может продолжать бой. Да. Ну, либо что-то попало в глаз, просто убрать. Он закрытым глазом, вот, боксирует. Ну, или секунданты должны сами, да, выбросить полотенце, остановить бой. Ввиду невозможности продолжения боя. Стоп! Стоп! Да, рефери призывает их. Ну, вот рефери, да, призывает. Подзывает врача. Просматривают глаз. Ну, чуть-чуть бывает просто. Да, нет. Да, нет. Да, нет. Да, нет. Спарринг продолжается. Да. Вот. Видим, что не вкладываясь в удары. Да. Взор Алексей. На технику работает. Это мало похоже на финальный бой. Да, обычно в финальный бой же зожники более жесткой манеры. Ну, встретились в Корее однодурнике, да? Да. Из одного зала. Да, из одного зала. Возможно. Решили вот поработать легко, вот так вот, на технику, как отработать. На публику. Да. Технические действия. Все равно что-то с глазом, как будто у Баранова Бориса. Перед вами отдыхает Алексей Буков, представитель Хабаровского края. Как нам говорит судья информатор, боксом занимается пять лет. Оказывается, Буков имеет опыт международных встреч. Провел 14 поединков с боксером из других стран. И в 13 из них вышел победителем. Вот его оппонент, Борис Баранов. Начинается второй раунд. Он так же начинает с закрытым глазом, так же перекрывшись. Борис дает поработать своему сопернику. Борис не предпринимает действия. Напомню, что в данной весовой категории было заявлено всего пять боксеров. Ввиду этого конкуренция не очень большая. В отличие от предыдущей весовой категории, где был полный комплект. Бойцы провели по четыре боя. Не вкладываясь в удар, просто накидывает звуков Алексей. Диктует, трактует свою манеру. Накидывает удар. Как будто отработал на тренера. Как сказал бы великий комментатор Николай Озеров. Перефразирую его. Такой бокс нам не нужен, да? Да, и тут уже вмешивается. На бокс не похоже. Больше похоже на танцы в ринге. Такое ощущение, как будто идет отработка комбинаций на тренировке. Она действительно идет. Просто отработка. Так, так, легко. Оп, ушел. Не вкладываясь в удары. Один на другой. Скорее всего можно понять, что ребята перед боем договорились друг с другом. Угу. Провести. Парень. Тридцать! 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 Ну, как говорится, есть известная фраза, да? Бокс – это наука и следующее человека на прочность. Да, на мой взгляд, они должны были, несмотря на ножку, вести. Бескомпромиссный. Ну, провести бой. Здесь сделаются. Еще раз, делают внушение, да? Чтобы они вели бой. На тридцать раунд выходить смысл здесь, да? Предприютер синего угла, Барана и Бориса. Тут явное нежелание, да, у боксера. Синего угла, Барана и Бориса. Смотрим, то что боксеры даже не устали. Не садятся. Тренер говорит, чтобы он боксировал. Видно то, что он недоволен. Видимо, сейчас тренер снимет его. Да нет, вроде решили продолжить. Ну, возможно ли, чтобы их обоих дисквалифицировать? В правилах это указано? Тут отказ секунданта, да. Бывает такое, что вот, если оба боксера не желают останавливать и прибегают к запискам. Ну, на какой стадии установлю. Да, видим то, что тренер с красного угла выбросил полотенце. Таким образом, победителем становится Борис Баранов. Да. Получается так? Не хотя, да, выиграв. Непонятная ситуация, да, у нас складывается некрасивая. Да, вот рефери тоже высказывает, что ребятам надо было боксировать в полную силу. Ну, я за боксер с красного угла. Победу этому одержал боксер с синего угла Борис Баранов. Хабаровский полет. Вроде выигрывал. Да, зрители тоже не понимают. Вот собрались. Выиграл. Отказ секунданта. Да. Тренера решили обосвоим. Ну, сейчас выйдут боксеры тяжелой весовой категории до 92 килограмм. Михаил Смолик, представитель Хабаровского края. И Никита Салий, который представляет Приморский край. Да. Будем надеяться, что мы увидим более зрелищный бой, да? Так, у нас какие регионы? Хабаровский и Приморский. Да, здесь мы должны увидеть бой. Бескомпромиссный. Финал первенства, да? Дальнего восточного федерального округа. Да, это же первенство целого федерального округа. Даже не региона. Судьи четвертой пары. Рефери Лисовский. Боковые судьи. Первый стол, Чевитов. Второй стол, Парников. Третий стол, Игнатьев. Четвертый стол, Саффин. Пятый стол, Свящук. То есть, получается, они впервые выходят на ринг. Да, вот. Ну, в таких, в самых маленьких, в самых больших весах. Вот. Бывает такое. Участника бывает мало, да? Нет. Судья-информатор приглашает на ринг. Синий угол. Никита Салин. Боксеров. Рефери в ринге отсутствует, поэтому боксеры не поднимаются. По правилам бокса. Третий в ринге. Рефери. Судья. Должен вызвать боксеров. Что вот он и делает. В ринге боксеры весовой категории на 92 кг. Рефери проверяет готовность боксеров. И через несколько секунд начнется финальный бой. Рефери. 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 Все. Бой начинается. Первый раунд. Ну, повыше, да, будет представитель Приморского края Сави Никита. Рефери. Он сразу отдает чуть-чуть инициативу, постреливает с дистанции. Смотрит, наносит размашистые удары боковые, которые не достигают цели. передней рукой старается нас костюм на смоле выходил нужно вот заходить на дистанцию зрители оживились подгоняют спортсменов здесь уже здесь уже наблюдаем да и плотность удара другая желание боксеров видно что остерегаются друг друга да да конечно это еще такая вот развивка никто не хочет рисковать форсировать вот молек со скачковым доходит ну такие какой начинает весовой категории обычно бывает проблема со спаррим партнером да мало бывает до взрыве в каком весе их мало бывает редко удается на полную поработать вот хабаровский край приморский край там спарринг партнеров побольше будет до чем вот у нас в республике население больше там ребят много соответственно и спортивных сооружений спортивных школ по боксу будет поболее да и просто вот крупных ребят побольше будет 80 92 они практически всегда вот они привозят на соревнованиях эти весовые да вот нащупывая до свою дистанцию смолик михаил уже поактивнее входит начинается боковые удары носить и концу раунда активизировался никита сами больше двигается до больше работает на ногах смолик переверченец более смотрим повто наиболее яркие моменты первого раунда является победителем хамаровского края 2024 года тренируется под руководством тренировок гольникова и городова махаил смолик красного да вот в конце уже на свою дистанцию нащупав стал поувереннее если в начале раунда сложности у него возникали совпаданную дистанцию сейчас в этом плане сейчас посмотрим что соли никита им предложит удар боковой исполнение никиты слегка не точный смолик не изменяет своей тактике да этот период и размашистыми боковыми ударами пытается сбить дыхание своему оппоненту остановить его подвернул хорошо зашел ну видно то что у смолика больше желания победить действует более агрессивно на мой взгляд стали более тушуются перед своими соперниками смолик михаил он как будто вот техническом плане более что такой подготовлен неподготовление до рефери открывает счет первый иногда вот он свою дистанцию отказ секунданта у нас второй бой до тренеры решили поберечь своего воспитанника и выбрасывает полотенце а михаил уже начал нащупывать свою работу и не станции да поздравляем представители хабаровской края золотой медалью вторая золотая медаль путевка на первенство страны в копилке даже у этой команды в первом бою 50 килограмм камень кухне китах тут здоровье боксеров конечно превыше всего поэтому вот в этом поле на ввиду отказа секунданта победу одержал и победителем первенца дальневосточного федерального округа среди юниоров стал боксер с красного гла михаил смолик ввиду отказа секунданта победителем является михаил смолик из хабаровского края спортсмены благодаря друг друга за красивый бой надеемся что михаил будет еще упорнее тренироваться и достойно представить дальневосточный федеральный округ на главном соревновании страны вот мы видим да как размашистые удары достигают цели пассивная защита левитивный отчет рефери открывает счет между рук пробивай на линг выйдут боксеры пятой пары рисовая категория до 80 килограмм красный угол артур мы предполагали до 10 до 92 килограмм исход боя решили удары увесистые удары мы вчера видели бой с участием артура мобайджана да он боксировал в агрессивной манере старался захватить центр ринга также представители приморского края хабаровского до повторение предыдущего боя чуть повыше да будет мобайджан не боремся и не держит всем удачи битва взгляда ведет давать в ряды смотрят друг на друга слушают установки морально хотят заранее перед боем сломать своего соперника мы посмотрим психологически это разведка на шипов на дистанцию вот через руку до нее ребята начали с места в карьер без особой разведки наблюдается легкий такой сумбур действия мы видим желание победить больше в этом весе у нас было четыре боксера проводят сейчас вторые бои в этом весе у нас было четыре боксера проводят сейчас вторые бои в этом в этих размерах более предпочтительно выглядеть чайников даниил хабаровского боковой удар передней рукой раз за рану достигает свою цель и вот он завершает свои комбинации этим ударом здесь на выходе тоже применяет у боя джан застаивается не поспевает за своим соперником его переднюю нейтрализировать нейтрализовать но сейчас могу байджан ничего не остается что на руку да его соперника встречает чайников да слишком много клинча да хотя заканчивается его первый раунд первый раунд завершён в отличие от других боксеров которые вчера мы увидели да у многих по 50 по 70 боев в своем активе то у мобаяджана всего 20 боев вот он начинает свой путь на вот сейчас для него это большой будет скачок большой опыт большой опыт во втором рауне у нас что менять вот с передним боковым ударом заходом на дистанцию соперника надо как-то его останавливать с боковыми ударами он начинает свою атаку этим пользуются чайников для них и не шаг вперед и он уже не достигает и не застаиваться до уходить с линии огня вот опять этот боковой слишком применение действует мобаяджана арсенал урезан начинает только свой путь ему ничего не остается идет вперед старается с линии огня вот он напарывается на удары чайников такой более гибкий боксер более такой подготовленный атаку защитных действий побольше показывает на скачке и сразу же вяжет действует более грамотно ну это такой вязкий бой наверно было только затратный да он может устать да и баба ядан может воспользоваться что видим что он физически очень подготовленный выносливый вот через руку и теперь уже и задние удары проходят клинч и инициатор у нас чайников даниил он старается соперника удержать ну да такая тактика оправдывает атаку провел раз 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 и вот опять вяжет руки не дает работать полную силу и в то же время да надо да вот он работает по этажам вы выражаясь на боксерском языке начиная с корпуса вот переводит в голову по этажам уже надо чтобы придумывать не только идти вперед на какую-то хитрость добавить потому что они увидят эти удары ну ему проще вести да будет вести будет против такого соперника прямолинейного от объема нанесенных ударов как будто даниил сам начинает вставать да конечно выбрасывает огромное количество ударов отнимает очень много энергии ну и вот этот клинч это возня удержать соперника он тоже много энергии забирает сейчас третий раунд посмотрим так послушаем чайников информатора он занимается пять лет первый спортивный раз провел 50 боев два раза больше больше соответственно опыта соревновательного опыта у него тоже побольше два раза больше ну вот это он демонстрирует на ринге